Здравствуйте! В эфире новости культуры Кировской области. Этот выпуск проведу я, Юлия Волкова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добавим, что 24 сентября в рамках Волковского фестиваля театр Наспаской показывает спектакль «Видимая сторона жизни» по стихам и прозе Елены Шварц. Эта постановка уже неоднократно приглашалась на различные театральные фестивали и получила высокие оценки театральной критики и зрителей. В Вятском художественном музее открылась выставка с этюдником по свету. Экспозицию составили работы отечественных авторов 19-20 веков. Все картины из собрания музея. Их объединяет одна тема – путешествия по знакомым и неизвестным уголкам земного шара. На выставке побывал Андрей Дозорцев. На экспозиции более 60 живописных произведений разных авторов, в основном крупных мастеров отечественного искусства, более 30 художников. Их работы – это и этюды, созданные во время путешествий, и картины, написанные в мастерской по впечатлениям от поездок. Работой, которая предваряет эту выставку, является работа «Диалог» нашего авиатского художника Петра Савича Вершигорова. Она написана на авиатских просторах, человека в ней как бы нет. Там пейзаж, берег реки и этюдник. То есть художник там присутствует незримо, но вот эта работа, когда родилось название, эта работа подобралась и стала неким таким символом выставки. Некоторые работы выставляются впервые. Несмотря на красоту произведений, они много десятилетий находились в фондах музея, далеко от глаз зрителей. Экспозиции с этюдником по свету открывает выставочный цикл, посвященный путешествиям художников по миру, по России, по авиатскому краю, где будут представлены графические и живописные работы из коллекции музея. Первая выставка только начала работу и продлится почти до середины октября. 9 сентября завершила работу 26-я Московская международная книжная выставка-ярмарка, крупнейший в России книжный форум. О масштабах мероприятия говорят цифры. Почти полторы тысячи издательств приняли участие, а за время проведения выставку посетило более 200 тысяч человек. На авторских площадках работали известные писатели, актеры, певцы, ведущие. Киров на международной выставке представляла наша известная поэтесса Елена Наумова. Как рассказала Елена Станиславовна, обойти и посетить все авторские площадки было невозможно. Поэтому, сделав выбор, она встретилась с писателем Юрием Поляковым, известным ведущим программы «Умники и умницы» Юрием Вяземским, законодателем моды Александром Васильевым. Также она представила свою недавно вышедшую книгу. Я, как автор, должна ее представлять и даже в какое-то время стоять за прилавком, общаться с читателями, давать им, так сказать, автограмм, подписывать. Мне показалось, что там читатели нисколько не отличаются от наших. Точно так же, кто читает, тот читает, тот приходит. И у меня практически там купили, ну сколько принесли из издательства, столько купили. И мне вот даже удалось выступить, там тоже, как авторская площадка, там далеко не всех, конечно, пускали. Кировские мастерицы сделали куклы по мотивам вятских сказок и легенд. Их творение можно увидеть в библиотеке номер 3 «Маяк». Рукотворные персонажи рассказывают о событиях далеких времен. Одна из легенд повествует об отважной собаке, которая спасла охотника от медвежьих лап в Бобинском лесу. После чего хозяин поставил памятник своему питомцу. Другая быль связана с тайнами кургана Чертова городище в Слободском районе, где, по легенде, три богатыря спрятали настоящий клад. Есть на выставке и персонажи, пришедшие из сказок народов, живущих на вятской земле. Например, в татарской сказке о зайце и белке рассказывается, что раньше у обоих зверей были пушистые хвосты и маленькие уши, пока заяц не зазнался. На заяц хвосту, он не хотел трудиться, не хотел ничего делать, только хвастался своим хвостом. И однажды ему просто-напросто из-за его жаления на хвост упало большое дерево. Все животные его жалели, пытались спасти, но ничего не могли поделать, пришлось тянуть за уши. В итоге уши оттянули, они стали длинными, а хвостик остался маленьким. В Кирове появится школа колокольного звона. Этот уникальный для нашего региона проект под названием «Малиновый звон» реализуется в школе искусств Пастораль, поселка Дороничи. В этом году учреждение победило в областном конкурсе инновационных проектов и получило грант, на который и будет оборудована звонница. Где будут проходить уроки по новой специальности и как отливают колокола для детской школы, увидела Юлия Шалаева. Эту территорию предполагается замастить плиточками. После переезда в новое здание у школы искусств Пастораль началась новая жизнь. Не успел закончиться фестиваль «Волшебная флейта», как здесь начали реализовывать еще один творческий проект. Он называется «Малиновый звон». По задумке во дворе школы появится беседка-звонница, в которой будут 8 разных по величине колоколов, а также смотровая площадка для зрителей. Мы приглашаем профессиональных звонарей, которые обучат преподаватели нашей школы, а мы, в свою очередь, уже можем обучить и других. Так как нужно понять просто механизм работы с колоколами, а в плане ритма у музыкантов все в порядке. Большие колокола будут все время находиться на улице, маленькие в одном из классов школы. Сейчас самый волнительный момент. Колокола вот-вот начнут отливать. Какими они будут, в школе пока не знают. Впрочем, завесу тайны приоткрыть удалось. Звучит сам по себе. Это копия одного из колоколов, которые будут украшать школьную звонницу. Будущие колокола сейчас в процессе изготовления. Делают их в поселке Сосновом. Иван Пересторонин один из тех, кто участвует в процессе. От его урок зависит форма колокола. По словам мастера, колокола отливают по старинной слободской технологии. Процесс долгий, трудоемкий, поэтому показать его сложно. Можно лишь описать на словах. Вот это фальш-колокол. Делается наружная форма. Наружная форма вместе с фальш-колоколом разъединяется. Остается только внутренняя форма. Здесь, да? Фальш-колокол прямо выбивает с молоточком аккуратненько так. То есть, ну вот это толщина колокола, да? И потом уже одевается обратно на внутреннюю форму. Соответственно, между внутренней и наружной формой пустота. Вот. И туда уже металл будет затекать. После столь сложных манипуляций на свет появляются вот такие колокола. Здешние мастера отливают их и для храмов Вятской епархии, и для соседних регионов. Недавно колка уехал на Афон. Колокола для школы искусств планируют отлить к концу сентября. Сначала прямо в мастерской их настроит профессиональный звонарь, после чего звонницу установят во дворе. В читальном зале Кировской библиотеки «Маяк» сегодня можно посетить персональную выставку художницы Натальи Кирилловой. Она назвала ее «Отражение». Яркие работы, выполненные в технике акварели и батика, оценил Иван Швецов. Первая выставка Натальи Кирилловой состоялась, когда ей было всего 6 лет. Затем была школа, художественное училище, университет, работа на телевидении и в театре. Сейчас она преподает, делится накопленным опытом с учащимися художественно-технологического лицея и Вятского государственного университета. Любимые темы – вода, цветы, горы. Любимая техника – загадочная и непредсказуемая акварель. Помимо живописи, Наталья Мастерский создает работы в технике батик – ручной росписи по ткани. Это довольно трепетная техника, она такая нежная, ей надо управлять вот этими потеками. Батик тоже несколько напоминает акварель. Но в батике можно писать в свободной технике, загрунтовать. И вот писать как акварель – это тоже интересно. Батике Натальи Кирилловой вобрали в себя особенности и художественные приемы многих изобразительных искусств – акварели, пастели, графики, витража, мозаики. Темы и вдохновение для своих работ художница черпает в путешествиях. Художественно расписанные ткани разошлись по всему миру. Часть коллекции находится в Англии, Италии и Франции. Напомним, что наша программа выходит при поддержке Управления культуры администрации города Кирова. Всего доброго и до встречи на канале Россия Культура и Россия 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова